Здравствуйте! Вы смотрите проект Live Studio. Меня зовут Светлана Пензова. Совсем скоро майские праздники и, естественно, массовые вылазки на природу. Как безопасно отдохнуть и не стать жертвой укуса насекомых и не только? И что делать, если все же вас укусил клещ или паук? Сегодня мы поговорим об этом с гостем нашей студии. Это Владимир Леонидович Михайленко, главврач городского центра здоровья, кандидат медицинских наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в нашей студии, но перед тем, как мы начнем разговор, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Пикник на майские праздники может окончиться болезнью из-за укуса клеща. Ежегодно тысячи украинцев подвергаются этой опасности. Клещ – подкласс членистоногих из класса паукообразных. Паразиты живут в траве. Клещи питаются кровью и могут передавать различные инфекции и вирусы. Наиболее распространен клещевой энцефалит. Медики предупреждают – самостоятельно извлекать клеща небезопасно. В теле человека может остаться его часть. При укусе лучше обратиться к семейному врачу или хирургу. Он безопасно достанет клеща и сдаст на анализ, чтобы вовремя выявить опасность. Итак, Владимир Леонидович, как же безопасно отдохнуть на майские праздники, на природе? Какие угрозы таятся в траве? Конечно, отдых на природе – это всегда приятно. Это и эмоциональный подъем, и физические удовольствия, и общение с природой. Но, к сожалению, есть некоторые опасности. Первое, я все-таки считаю, что это много мусора остается после отдыхающих, который никуда не исчезает, сохраняется. Поэтому, приехав на природу и выбрав место для отдыха, рекомендую внимательно осмотреть, чтобы не было битых стекол, не было ржавых старых консервных банок, бутылок. Потому что травму получить очень легко. Осмотреть эту территорию, где вы собрались отдыхать, тогда уже можно раскладывать все, что вы принесли с собой. Следующий очень важный момент – взять с собой, желательно, какой-то запас пресной воды, чтобы руки мыть водой не из водоема неизвестного происхождения, а принесенной с собой водой. Также посуду мыть, потому что открытые водоемы содержат и кишечную палочку, и амебы, и гельминты. Следующий момент – поскольку солнце уже становится более активным, очень важно не получить тепловой удар, не сгореть, чтобы кожа не получила термического ожога. Поэтому желательно взять с собой различные увлажняющие кремы, которые могут обезопасить кожу. Взять с собой какие-то зонтики или тенты, чтобы можно было и в тени тоже посидеть. Это то, что касается таких санитарных, гигиенических моментов. И еще раз подчеркну, сделайте все, чтобы не загрязнять природу, потому что экология у нас и так желает лучшего. Тем не менее, все, что останется брошенным, особенно это целлофановые упаковки, они под воздействием солнечных лучей нагреваются, выделяют токсические вещества, они не разлагаются. То есть это очень большая угроза природе. Это одна группа рекомендаций. Вторая группа – это, конечно же, возможные укусы насекомых, клещей, пауков, змей. Клещи не только опасны. Одесская область не относится к эндемичной зоне. Одесса – Одесская область. Но в Одесской области есть Балтский район, который считается эндемичным. Но мы говорим об Одессе. Конечно, при сборах выезда на природу желательно взять с собой кремы, репелленты. Это вещества, которые отпугивают насекомых. И кремы, чтобы можно было смазать в случае укуса. И взять с собой, наверное, все-таки десенсибилизирующие препараты, которые в том случае, если покусают насекомые, можно было принять, чтобы не допустить анафилактического шока. А скажите, пожалуйста, каков примерно порядок чисел? Сколько людей ежегодно подвергаются укусам насекомых, в том числе клещей? Возможно ли подсчитать это? Мы можем говорить, что это несколько сотен или это тысячи людей? Ну, статистика складывается из обратившихся. А ведь существуют еще и необратившиеся, которые сами оказали себе помощь или еще как-то, или обратились и не зафиксировали их. Поэтому по Украине эти цифры где-то в границах тысяч, а по Одессе это сотни. В частности, в прошлом году заболевших было около ста человек. А в чем же главная опасность клещей? Главная опасность клещей в том, что клещи являются переносчиками нескольких групп вирусных заболеваний. Это рикетсиозы, боррелиозы, вирусные лихорадки и клещевой энцефалит. Можно ли себя обезопасить, одев закрытую обувь и одежду? Или же это нереально, потому что жарко, и все мы так или иначе раздеваемся, снимаем обувь? Вот что Вы посоветуете? Конечно, если группа собирается идти в поход, то желательно одеть обувь и одежду, которая максимально бы закрывала открытые части тела, особенно ноги, голеностопные суставы. Но желательно светлого цвета, потому что лето, солнце нагревает, и темная одежда еще будет дополнительно солнечные лучи притягивать. Клещи, как правило, вводятся где? В траве высокой, в кустах. И опасность быть укушенным в том случае, если ходить по этой траве. Поэтому, естественно, если в поход, то это закрытая обувь и одежда. Если Вы выезжаете на отдых, на природу, то вначале осмотреть место. Желательно плотная подстилка, чтобы можно было спокойно сидеть или лежать. Ну и осмотреть, опять же, место, чтобы не было возможных остатков мусора, который является опасным. Стекло, металлические различные банки. Еще очень важный момент — это животные домашние, которых зачастую любят брать с собой. Это, в общем-то, нормально. Но животных тоже нужно обезопасить или подумать о них. Очень простой момент. Ошейники специальные, которые отпугивают клещей. Есть специальные капли, которые можно животным капать на загривок. Но ошейники современные, они достаточно хорошие, эффективные. И если животное с вами выезжает на природу, желательно одеть это. И еще очень важный момент — смотреть, стараться, следить, чтобы животные ничего постороннего не ели. Ну, всякое возможно, но тем не менее… Скажите, пожалуйста, насколько заметно, что укусил клещ? Вот сам укус, он ощутим? Или человек может и не заметить, там, в игре, например, да, за гора, и только потом обнаружить его на теле? Ощущения при укусе клеща могут быть разные. Естественно, обратить внимание, но иногда сложно, и можно ничего не почувствовать. Как комар, вот само ощущение или нет? Ну, у каждого разная чувствительность кожи, и поэтому нельзя сказать однозначно, что вот будет ощущение укуса, укола или еще чего-то. Но если кожа чувствительная, естественно, ощущение укола или укуса будет. Если кожа менее чувствительная, это очень индивидуальный момент. Но на коже он будет заметен, правильно? То есть невооруженным взглядом можно его… Да, его можно увидеть, такое черненькое… Делится, да, не могу больше? …существо, скажем так. Если вот все же укусил клещ, какой алгоритм действий в этом случае? Ну, самый правильный момент поведения это обратиться в медицинское учреждение. Потому что правильно удалить клеща может не каждый. Дело в том, что при попытке удалить самостоятельно может оторваться хоботок, который останется и будет продолжать инфицировать рану. А сам хоботок, он будет маленький, его извлечь будет очень сложно? Ну, он как заноза такая маленькая. Естественно, опять же, все зависит от опыта. Если попробовали сами удалять и не получается, лучше обратиться в медицинское учреждение. В Одессе круглосуточно можно обратиться в ряд медицинских учреждений. Это городские клинические больницы. Инфекционная, 11, 10, 1. Ну и областная больница. То есть не так уже мало. И можно... Помощь оказывается круглосуточно. Можно всегда доехать. Естественно, в зависимости, где находитесь в этот момент. Но ни в коем случае не заливать маслом то, что... Хотя считают, что доступ к кислороду перекроется, и клещ сам с собой чуть ли не отпадет. Ну и что? А хоботок же инфицированный остается. А потом достать еще сложнее. Главный вопрос — это удалить клеща и удалить хоботок. Если есть с собой пинцет, то можно вот... Какие тогда движения должны быть? Если есть опыт, попробовать можно, но гарантии нет, что правильно удалите. Естественно, его нужно захватить пинцетом, повернуть и удалить. Но, повторяю, легко очень отрывается хоботок. Поэтому правильным все-таки будет порядок действий — это обратиться в медучреждение. Тогда этого клеща возьмут на анализы в лабораторию и потом сообщают о результатах. Если же все-таки попытались сами удалить, и, к счастью, это получилось, то желательно этого удаленного клеща в флакончик, баночку или что будет под рукой, и отвезти его, опять же, на исследование. В больницу сдать? Да. В любую больницу сказать, что вот... Из перечисленных, да. Если укусил клещ, допустим, поздно вечером, и, ну, поздно, значительно поздно, да, можно ли ждать утра и поехать в больницу? Или все-таки по времени нельзя, чтобы клещ долго находился? Желательно клеща удалить как можно раньше. Я повторяю, на территории города я перечислил лечебные учреждения, которые можно обращаться круглосуточно. Поэтому лучше, если клещ еще укусил в ночное время, в темное время суток, вы его увидели или почувствовали, то однозначно нужно поехать в медицинское учреждение. Врач извлекает безопасно, да, и он обязательно сдает анализ? Врач владеет этим методом. Так, вот сама процедура. Потом пациенту сообщают результат анализа в лаборатории? Или если все хорошо, то как бы не контролировать? Ну, я не думаю, что это остается тайной для пациента. Это же его здоровье. И он первым должен поинтересоваться результатами. То есть лучше проконтролировать этот процесс? Естественно, ему сообщат результаты. И если же там что-то обнаружено, то его еще и пригласят на дальнейшее исследование. Давайте поговорим о других опасностях, которые подстерегают в траве. Это вы упомянули пауки, змеи, да? Как себя безопасит? Пауки, змеи, комары. Да, как себя безопасит от комаров, в принципе, понятно? Ну, от комаров, в первую очередь, брать с собой репелленты. Можно брызгать, можно смазывать кожу. Если же все-таки комары покусали, ну, комары, пауки, какой риск? Это получить анафилактический шок. Для этого, то, что я говорил, взять с собой антигистаминные препараты, которые можно применить, и картина все-таки облегчится. То есть в любом случае лучше собрать небольшую аптечку, которую вот взять в поход или на пикнике? Да, лучше с собой иметь при выезде на природу, иметь с собой какой-то минимум. И не могу не задать вопрос вам как медику, как обезопасить себя от пищевых отравлений. Ну, там мы еще не сказали о змеях. А, да. Я добавлю, вот змеи — это те животные, которые нападают в том случае, если чувствуют угрозу. Первыми они не нападают просто так. Ну, хотя если человек идет по траве, не видит ее... Да, но может наступить. Да, понятно, конечно. Ну, в случае укуса змеи, естественно, лучше всего и правильно это обратиться в медицинское учреждение. Что-то нужно сделать с ранкой? Вот как там высосать яд или приложить что-то, или ничего не трогать? То есть сразу в больницу. Лучше выше укуса перетянуть, чтобы уменьшить движение стоком крови. И как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение. И касательно пищевых отравлений, как уберечь себя? Элементарное правило гигиены, мыть руки, правильно? Пищевые отравления, к сожалению, тоже очень большая группа заболеваний. И риск возникновения пищевых отравлений в случае выезда на природу тоже достаточно велик. Но первое, что это всеми излюбленные шашлыки жарят, но никто не может дать гарантию качеству термической обработки. Лучше хорошо прожаривать мясо. Шашлык может быть недожаренным или плохо замаринованным. Масса может быть моментов, которые могут повлиять на возникновение пищевого отравления. В частности, по данным из инфекционной больницы, уже поступает много пациентов с пищевыми отравлениями. Проявление пищевого отравления очень быстро. Это несколько часов. Естественно, опять же, нужно обратиться в медицинское учреждение. До обращения принять активированный уголь, да? Ну, если он есть, можно. Но, опять же, если вы почувствовали тошноту, плохое ухудшение самочувствия, то правильно все-таки обратиться в лечебное учреждение. И предлагаю подвести итоги нашего разговора. Если можно, коротко, основные рекомендации, вот как безопасно отдохнуть на майские праздники? Да, я бы сказал так. В первую очередь, быть внимательным, да? Чтобы осмотреться вокруг и правильно оценить ситуацию, насколько возможны какие-то укусы, отравления или травмирования остатков. Следующее. Все-таки помнить о том, что вы на природе. И не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Это важные моменты. Ну, и, опять же, и следить за вашими животными. И за маленькими детьми. Спасибо вам большое за предметную беседу. Я напомню зрителям, у нас в гостях был Владимир Леонидович Михайленко, главврач Городского центра здоровья, кандидат медицинских наук. Вы смотрели проект «Лайв-студию». Его провела я, Светлана Пензова. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова